тук-тук-тук чё там всем привет дорогие друзья сегодня у нас короче продолжается так сказать влог и дать деревне кто-то приехал кто-то приехал вообще кровати желаю я павел юрич это я вас вызывал вчера да да мы приехали целым отрядом все посмотри везде очень все стоят короче слушайте так хочу вы это кручить давайте я вам все покажу или уже все нашли не заем все вчера потихон рассказал вроде бы давайте вот так капец короче вот смотрите давайте вам расскажу все как было да все как есть да так смотрите короче вот это как бы да ради следствия все это короче я шел к мэру соответственно да на работу на устраиваться я остался короче на работу как бы потом я как бы радовался все и короче случайно споткнулся об вот эту фигню колодца да и упал туда вниз пытался выбираться но короче нашел там какие-то двери вон и кстати там залез туда да посмотреть что там а там окажется были какие-то катакомбы которые соединяют все дома абсолютно в как бы в одни туннели и там я нашел стесно какую-то типа мини тюрягу да и там был какой-то скелет потом я пошел стесно ну у него кстати когда эта записка там было что типа обозначалась типа его там где-то понимаю закрыл мэр эту записку статья потом потерял благодаря мэру ну типа я смотрите короче я пошел как бы назад ну говорить мэру типа что он это все сделал зачем он типа убил того человека и короче смотрите он не предложил взятку типа типа да я конечно понимаю что это конечно плохо да как бы все равно как бы я не представитель законами как бы мне можно да это логично и короче у меня сейчас винный тарел лежит пять стаков файковых изумрудов именно из-за этих изумрудов я вас и вызвал потому что это файкал и забуду потом когда я зашел сундук дадим пройдем я вам покажу давайте твой покажите да и нихера тут раскопали капец конечно вот в этом сундуке вот в этом сундуке вот сейчас тут пусто да но там раньше вы лежали просто весь этот сундук был забитый файковыми изумрудами я это даже все заснял на камеру то есть у меня это все вот как видите вот я еще даже тоже снимаю как бы это все запечатлено то есть все это все заснято и короче он не дал эти соответственно изумрудики и условия то что я никому не расскажу про это убийство и также он попросил ему отдать эту записку так что сейчас записка у него как бы можете чувствовать вот снимать все отпечатки пальцев смотрите вот под этой печкой именно тот самый проход но печка очень тяжелая очень сложно сдвинуть до где он все рассказал я могу вам отдать вот эти вот изумруды они мне вообще не нужны потому что они фейковые они типа настоящие вообще мы их возьмем на экспертизу может там тоже есть что-то да вот на экспертизу да берите там отпечатков пальцев там их вообще очень много мэра самого и короче самое главное то что мэр сбежал его нет в деревне то есть смотрите тут даже вот табличка вот он уехал поделал по делам то есть его вообще нету нигде вообще понятные жители не знают куда он уехал я не знаю что делать то есть что можно сделать понятно мы броем попробуем его найти тогда хорошо посмотрите это вижу вас уже такой подготовленный да вот здесь капец на девятках приехали капец нифига вас там вообще слушайте смотрите короче давайте даже спустимся туда вниз я не знаю можно ли туда спускаться наверно давайте уж наверно ваш народ да так вот смотрите вот вашей это можете пропустить проходим твой мы так так все хорошо банку а блин здесь перекрыли все ну вот смотрите вон то самое место вот смотрите тоже сами посмотрите вот это та самая тюряга вот идите посмотрите да уху ее мы вот там сам скелет до нас кирид мы уже убрали на экспертизу забрали туда до брали уже хорошо вот смотрите тут даже вот даже вот какая-то сошедшая кровь не знаю что это конечно играет вот в этой рамке вот лежала та самая записка соответственно понятно да вот короче давайте я вам расскажу даже подробности что как я действую заходил до пошел сначала туда вернулся назад потому что заметил эту дверь тут короче я окаменел офигел да потом я сломал возиться посередине перегородку зашел сюда как бы тут был скелет я тут прочитал записку короче там вроде что ты шлости по что почти как этого челика звали как-то вроде житель анатолий вроде бы да да и и короче да смотрите там что-то пришлось про типа как его короче держит мэр вот здесь вот дам уже короче перестал ему носить еду и воду то есть до этого он его носил да то есть как будто не за какой-то раб что ли не за даже когда объяснить короче и потом он перестал так короче говорит там типа дальше что как мне дальше жить потому говорит благодаря этому потом там страницы оборваны и на самом последней странице мэру то есть это соответственно все сделал мэр наш я вообще честно говоря делать авто всего не на и в шоке просто и вот смотрите вот это тот самый проход вы видите сейчас его не открыть потому что здесь как бы печка вот стоит и он тебя не откроется вообще вот смотрите сами посмотрите не открывается да вот именно и вон там дальше есть проход к смотрите вот даже если были конечно на смотрите здесь есть проход абсолютно ко всем домам просто вот здесь вот допустим вот этот что это за дом вообще даже не знаю вот смотрите вот дом вот с этим куском деревне маленьком ухлём и нет на деревне вот этот вот это в каждом доме такая коммуникация даже в моем представлять и вообще вот даже вашим да смотрите давайте пройдем я вам покажу где в этом виде короче к моему дому я подхожу тоже вот смотрите то есть у нас имеется вот такая вот потайной проход вот здесь вот под этим ковром смотрите мы ломаем и все и тут потайной проход это капец реально я был в афиге когда это все увидел конечно здесь вообще прям и тут оказывается все это время был этот проход вообще кто это все построил я даже не знаю вообще то вопрос как то есть все это сделали вот именно как и кто то есть это вообще особенно вот мэр пожалуйста от найдите его да и накажите потому что я так понимаю он украл все эти фейковые изумруды и ими сейчас пользуется наверно как богач вот сами посмотрите они просто они не стоящие не кто-то пластиковые какие-то мне даже вот название изумруды какие-то наши и такие про это капец очень странно выглядит конечно мы все найдем короче да да найдем его пробуем сюда попробуйте найти его потому что не дело как бы вообще то есть убийство да это статья да как бы фейковые деньги это тоже какая-то там статья уже как бы тюряга да на лет десять наверно ему уже лет десять точно светит да 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 вот именно то есть это вообще то есть капец а если мы еще чуть-чуть зайдем тоже на лет 15 да 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 все это время на этим фейком и изумруды пользовался то есть вообще я не знаю где он взял их я надеюсь вы узнаете откуда взял как бы откуда их он их нашел мне кажется он все это время обманывал жители даже до моего приезда это все было здесь это просто капец просто ну да хорошо когда чё я наверно все я вам все рассказал все пошел туда я да пойдем пойду наверно давайте на едик ванны а я-то поехал до свидания да да хорошо уже капец реально но это видеть вы это слышали вы это видели просто это жестко вообще-то наконец эти менты приехали полицейские до полицейские короче чем можно сказать бене и мучить между записи вот все вот на компьютере есть это было бы еще показать типа эти все записи да какие-то все искал находил да ладно друзья короче как-то так вот так вот с вами прощаюсь к вы всем чтобы пока до новых встреч как бы увидимся когда это все как бы раз я снится я надеюсь мэра накажет потому что на этот это падать просто это падали не на как его назвать ладно короче кто метр стучит уже опять на е-мое но опять что ли кто-то привет костя а и и и